Оригинал этой картины находится у организаторов конкурса. Вероника признается, долго выбирала тему и продумывала технику. Когда ей предложили сделать картину из шерсти, сразу вспомнила о коте своей бабушке. Технику валяния школьница в совершенстве освоила на уроке технологии, так что работа была закончена за несколько дней. Я изобразила именно кота, потому что в детстве у моей бабушки было три кота, а этот был самым моим любимым котом. Я его очень сильно запомнила и решила сделать картину именно с ним. Вообще мне нравится рукоделие. С бабушкой, когда я была маленькая, в садик я не ходила, я сидела дома с бабушкой. И она меня, чтобы развлечь, показывала мне всякие разные поделки, как делать. Мы с ней вместе сидели и делали. Я думаю, что во мне такое желание бабушка пробудила именно к рукоделию. У каждой поделки есть практическое применение. Например, это декоративное дерево, топиарий, служит украшением дома. С собственными руками Вероника сделала и ангела домашнего уюта, популярную сегодня куклу Тильду. Ученики девятой школы не раз участвовали в творческих конкурсах и почти всегда занимали призовые места. Я рада за своих учеников. Они должны получать, ну как бы, достигать больших результатов, чем мы. Такие звездочки должны раскрывать свои таланты. В этом классе множество работ, выполненных школьниками в разных техниках. Подделки и картины из бисера, ткани, бумаги. Многие из них – дело рук Вероники Смирновой. Но несмотря на девичье увлечение, школьница мечтает освоить далекую от творчества профессию – поступить в военное училище. У меня брат военный, и он как бы подал мне такой пример. Я вообще патриот своей страны, и я считаю, что это мой долг. Какое место займет Анапчанка на всероссийском этапе конкурса – решит жюри. Но уже известно, что победитель получит путевку в детский лагерь.